Привет тебе поклонник компьютерных игр и прочих виртуальных развлечений с тобой снова я джет под 90 и ты находишься на моем игровом канале посвященным по-настоящему интересным проектам. Это игровой обзор и сегодня я хочу оценить проект под названием The Dishwasher Vampire Smile от американского разработчика SCA Studios и американского издателя Microsoft Studios. Сейчас твоя задача, ставь лайк, подпишись на мой YouTube канал, нажми колокольчик, чтобы получать оповещение и вступай в группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Сейчас я нахожусь в главном интерфейсе игры. Он достаточно депрессивен. Темные такие, темно-серые, темно-белые тона, но есть нюанс, он какой-то размытый. То ли это так задумано, такой стиль, то ли, не знаю, может быть разработчики где-то промахнулись и двоякое ощущение. Окей, это мелкая придирка, давай посмотрим, что у нас есть. Во-первых, у нас есть синглплеер, во-вторых, у нас есть мультиплеер, кстати, это очень круто. Это означает либо, что можно игру проходить в кооперативе, либо, что здесь игроки могут сражаться друг с другом. Ни одного, ни другого варианта я еще не пробовал, надо будет потом это рассмотреть. Есть achievements, настижения твои, есть leaderboard, доска победителей, те, кто находится на первом месте и список help and options. Понятно, что помощь и, соответственно, настроечки, ну и quit, так называемые, да. Давай заглянем для начала в options, это самое первое, что нам нужно. Есть закладочка, называется how to play, как играть. Я так понимаю, что это определенный тул-тип. Итак, читаем. Kill bad guys and don't die. Убей парней плохих и не умирай. Как бы вот все очень просто. You can always use known, типа, ты всегда можешь использовать, не, не можешь. To get out of a tight situation, то есть выход из любой ситуации, на самом деле не можешь, написано в скобочках, что это, видимо, прикол какой-то. Zombie and cybers drop zombie gold. Зомби и киборги роняют зомби золото. Some enemies release hearts. Некоторые враги создают сердечки. Otters drop magic scouts. И кто-то, видимо, или из кого-то, из врагов падают магические черепушки. Я так полагаю, что это что-то внутреннее. Золото, я не знаю, зачем оно нужно. Может что-то покупать в игре. Какие-то усилиалки, скиллы и заклинания, не знаю. Сердечки, понятно, скорее всего, для отхилки, я так думаю. Ну, а черепа, magic scouts, причем, что они магические, наверное, типа, временные бав-силы, не знаю. Ну, в общем, это все, что, я так полагаю, нам надо знать для того, чтобы понимать, во что мы играем. Далее есть раздел settings, то есть настройки. Выбрать монитор, выбрать разрешение, полноэкранный режим, либо нет. Можно здесь покрутить, да, и понять. Далее вертикальная синхронизация, спецэффекты, уровень музыки, BGM, правда, это называется здесь. Я первое время запутался, не знал, что это регулятор музыки, но да ладно. Vibration on или off, наверное, это будет экран трястись, либо контроллер, возможно, я не знаю. Pause and lost focus, то есть, короче, поставить на паузу, когда теряется фокус. Я так полагаю, это пауза, когда вы alt-табаетесь, и чтобы игра не продолжалась, и чтобы вас не убивали, она мгновенно встает на паузу. Хорошо для тех, кто играет в офисе, где-то еще, когда вам нужно срочно переключиться, чтобы сделать свое дело, игра автоматически будет вставать на паузу. Ну и цвет крови, если вы не хотите, чтобы она была красная, вы можете ее сделать черной, либо все-таки красной. Видимо, черная это для того, чтобы сохранить ощущение эдакого нуара, что все вокруг черная, белая, серая, вот такие темные тона, да. Но я все-таки еще маньячила тот, поэтому пусть остается красная. Окей. Далее у нас есть controls, это настроечки, по всей видимости, так, jump, accept, да, принять это пробел. Grab, cancel, это E, grab это схватить, cancel это отменить. Атака на U у нас происходит, strong soul, да, это на O, это, я не знаю, что это значит, видимо, сильный удар или что это такое. Switch weapons, да, сменить оружие на Q, switch loadouts на tab, сменить загрузку какую-то, я не знаю, что это означает. Gun, левый control, magic, магия это на F, инвентарь на escape, пауза, подтверждение на enter, warm roll на левый shift, warm, точнее, roll, move up, move down. Слушайте, тут большое количество скиллов, остается только разобраться, как это работает и насколько я смогу со всем этим управиться. Далее у нас есть mouse controls, да, можно настроить мышечку под себя, это очень круто, каждый играет по-своему. Да, и есть credits, credits это, видимо, описание тех, кто создал игру, полный список этих людей. Я не буду его открывать, в данном случае нам это за ненадобностью. Achievements, это, как обычно, перекидывает в раздел Steam, можно посмотреть, какие-то достижения выполнил, какие нет, или, например, что надо для этих достижений. Leaderboards, это вот такая доска, где, ох ты ж, ё-моё, есть соло-аркады лидеры, есть кооперативные аркады лидеры, есть dish-челлендж своеобразный, да, видим, какие-то вызовы происходят. Есть weekly rush, недельные, да, rush какие-то, по всей видимости, один раз в неделю какое-то событие происходит в игре. Speedrun dishwasher, да, это скоростное прохождение, speedrun UK, это я не знаю, что означает, не буду даже пытаться угадать. Ну, это круто, что они выделяют все способы прохождения игры, таким образом вас хвалят, это прекрасно. Ну что, давай посмотрим, как игра выглядит изнутри. Итак, у нас с тобой есть два режима, синглплеер и мультиплеер. Если ты заходишь в мультиплеер, то есть два варианта, это создать локальную битву, там только ты, либо онлайн-битва, это квик-матч и кастомка. Естественно, нам это сейчас не интересно, мы с тобой выбираем синглплеер. В режиме синглплеера имеется тоже несколько вариантов. Первый это story mode, arcade mode, dish challenge и practice room, там можно тренироваться и поучиться драться правильно. Мы выбираем story mode, дабы посмотреть, что происходит. Ну и режимы сложности, неизвестный, easy, normal, самурай, даже спидран есть для психов, который будет по-бырому бегать. Я выбираю режим easy mode, мне кажется, это очевидно. Ну и тут, я так понимаю, вступительная идет арка, где нам рассказывают, с чего все началось, а события начались два года назад. Естественно, поначалу нам показывают, какие кнопки за что отвечают, ближний бой, дальний бой, если тут вообще такое и есть, хотя в основном это слэшер. Естественно, от вас требуется убивать врагов, мочить их самым кровавым способом и получать, видимо, от этого массу удовольствия. Я не знаю, наверное, разработчик рассчитывал именно на это. Если очень-очень вкратце, что это за игра? Это 2D-платформер, при этом экшен, при этом это слэшер. То есть здесь в стиле 2D, в стиле эдакого жестокого, кровавого, какого-то черно-белого, да, такой монохром сплошной везде, кроме крови. Хотя если настройка кровь сделала черная, здесь все будет монохромное. Происходит игра, происходит сюжетная составляющая. Вы являетесь каким-то, наверное, мега-супер-бойцом, если я правильно понимаю, который где-то там убил кого-то не того, в итоге его поймали, арестовали, посадили, и у него начинается какой-то психоз. С одной стороны, он видит себя в клинике, с другой стороны, он, видимо, вспоминает, как он разрывал в клочья все и вся вокруг себя. То есть достаточно неоднозначный боевичок, и когда наш главный герой практически совсем уже будет обессилен, когда он потеряет свои способности, к нему, в конце концов, если я правильно понял по сюжету, заявится в империоныш и сделает его бессмертным, ну, очень сильным. Хотя, опять-таки, фраза бессмертная. В данной игре она очень странная, потому что, с одной стороны, наш главный герой становится... То ли он сам вампиром становится, то ли... Кстати говоря, может быть, я сейчас неправильно говорю, и мне показалось, что он становится бессмертным, но, может быть, он просто увидел вампира. Кстати, ммм... Надо подумать об этом. Может быть, я не совсем правильно протрактовал текст, который видел. Но, вероятно, наш герой-то остается самим собой, и он смертный, но все эти злоключения с ним произошли из-за вампира, и он, наверное, отправляется в поиск этого самого вампира, дабы его завалить. Опять-таки, это субъективное ощущение, но я, как уже часто говорил, и на многих обзорах я это говорил, не суть важно, о чем конкретно эта история. Нам, пожалуй, будет намного интереснее посмотреть на то, что из себя игра представляет. Начнем с того, что игровой проект визуально очень, наверное, непривычен мне, потому что вы знаете мою любовь к реалистичной картинке. Мне нравится, когда все объемное, когда вид от первого лица, либо от третьего. А здесь это 2D. Я редко играю в 2D, это правда, и, наверное, я просто не нахожу нормальных достойных игр, в которые мне было бы не стыдно поиграться, чтобы они немножко соответствовали моим вкусовым предпочтениям по жанрам, по стилям. Но здесь, в игре The Dishwasher One Power Smile, мне очень понравилась просто невероятная жестокость игры, кровавость, и действительно вам не дают передохнуть. Здесь постоянно на каждом шагу на вас нападают. Причем сложность боссов даже на изи уровне, она с каждым разом становится все выше и выше, эта сложность повышается. И, естественно, если не провести в игре заранее часов 5 или 10, я не знаю, тренировок, то первое время будешь достаточно сильно тупить, и комбинации ударов будут не очень большими. Со временем, конечно, это все компенсируется, и будет у тебя нарастать навык, ты будешь раздавать по щам налево-направо и наслаждаться игровым процессом. Понятное дело, что, наверное, уже те, кто играли и прошли эту игру, может быть, играет на хардкоре, и я там со своим изи-левелом даже рядом не стоял. Но в чем заключается фишка, наверное, процесса сражения? У вас есть несколько основных ударов, такие как удар левой кнопкой мыши, удар правой кнопкой мыши, да, это, по-моему, бензопила у него включается, ну, не сразу, а постепенно. У него там случается событие, это спойлер ему отрубает руку, и, естественно, вместо нее у него появляется бензопила. В общем, он бегает, раздает по щам всем, кому может, и использует свои навыки фехтования или ближнего боя, назовите это как хотите. Далее его основная способность, или, наверное, не основная, а постепенная способность, это он может хватать врага и разрывать его просто в какашулечку по-жесткому. И здесь вот почему я сказал, что он становится вампиром. Мне показалось какие-то моменты, что когда он атакует противника, он прям вгрызается ему в глотку, пьет его кровь, что-то в таком духе. И, может быть, я неправильно это все разглядел, конечно, я допускаю, что визуально я ошибся с оценкой, но мне показалось, что это именно так. И будем надеяться, что в одной из двух версий я прав. Опять-таки, это никоим образом не влияет на ваше ощущение от игры, потому что здесь, будь он вампир, будь он обычным человеком, мясо, мочилово, крошилово, кровяка, это не становится от этого ни меньше, ни больше. Здесь все как прописано, так вам и придется, собственно, играть. Есть некоторые механики, которые изначально ты не понимаешь их и приходится нащупать. Вот сейчас на твоем экране я прыгал по стенам, пытался допереть, как все это происходит. Оказалось, что у моего персонажа есть такая способность, как просто бегать по стенам. То есть ты зажимаешь движение на стену и вверх, два курсора одновременно, и твой персонаж может просто бежать по стене вверх, до постинения, пока не упадет. И это меня вогнало в ступор, потому что такой информации нигде не было. Я долго запрыгивал, пытался понять, и в конце концов, я просто запрыгнул, но впоследствии я осознал, что можно было тупо забежать и не мучиться так в одном месте. Достаточно долго я мучился, это правда. Так, насколько же игра интересна? Честно скажу, что она стимулирует желание узнать историю. Но, опять-таки, игра на английском языке, русского нет. Поэтому, если вам тяжело дается английский, и вы не можете хотя бы по большей части переводить игру, то вам, наверное, она не подойдет совершенно практически. Или вам придется использовать еще много Google Translator, либо попросить кого-то из друзей, родственников, кто хорошо владеет английским, чтобы они сидели рядом и переводили. Если, конечно, этому человеку будет интересен подобный игровой продукт. Второе, конечно, нужно быть любителем слэшера. Здесь действительно безумно дико динамичный слэшер. Это не так, что ты встретил одного противника и подрался с ним, как Kingdom Come Deliverance. Один удар на 15 минут. Нет, здесь все не так. И мясо происходит дико, быстро, жестко. У вас никто не спрашивает разрешения. Вам просто приходится врубаться и драться очень быстро. Выбора никакого не остается, собственно. Поэтому мне пришлось на ходу учиться, адаптироваться и осваиваться, что мне так кажется абсолютно нормально для подобного игрового продукта. Честно скажу, если бы все 2D платформеры, 2D экшены, слэшеры были настолько агрессивны, как The Dishwasher Vampire Smile, наверное, я бы играл в них чаще. Вот это правда. Мне бы хотелось, чтобы подобные игры были. Но в чем минусы? Во-первых, честно скажу, что на экране происходит мать его каша. В большинстве случаев я вообще не понимаю, что я делаю. Я просто примерно по фигуркам, по контурум ориентируюсь на моего героя и, соответственно, на вражеских персонажей. Иногда я просто теряю его из вида и я не вижу, что он творит совершенно. Это большой минус подобной стилизации, подобной визуализации, потому что ты начинаешь терять происходящее. Просто из поля зрения выпускаешь, что, конечно, не может радовать однозначно. Второе. Игра не отпускает тебя ни на секунду и заставляет бесконечно драться. Ты прям вот как начал, так и не можешь остановиться. Хорошо это или плохо, наверное, иногда нужно давать какие-то другие вариации действия. И здесь, на мое удивление, я столкнулся с невероятной штукой. Оказывается. Я даже сейчас тебе покажу. Так вот. Оказывается, наш герой в некоторые моменты может найти акустику, скрипку, я так понял, судя по визуальному ряду, или это гитара, я не совсем понимаю, и устроить полноценный концерт. Вот вы представьте себе, это знаете, на что похоже на Guitar Hero. Кажется, так эта игра называется, когда у вас бежит определенная там полосочка, определенная нотка, и вам нужно быстро успевать долбить, да? Вот то же самое происходит здесь. У вас определенный набор символов, которые сейчас на ваших экранах вы все это можете увидеть. Нужно вовремя нажимать соответствующую кнопку. Это либо пробел, либо правая кнопка мышки, либо левая кнопка мышки, либо Е-кнопка. И таким образом создается музыкальное произведение. Понятно, что все равно оно звучит одинаково, даже если ты промахиваешься. Но чем больше процент попадания, чем точнее ты нажимаешь в свое время, тем круче награда будет в конце. Меня это безумно поразило. Я удивился, что в такой кровавейший просто слэшер, в такую мочилову воткнули определенный музыкальный элемент игры. И да, это прикольно, на мой взгляд, стопудово прикольно. Вот мне удалось 84% сходу, даже не понимая, что происходит, набить точности и создать музыкальное произведение. Давай перейдем к оценкам. Начну по традиции с интерфейса. Как я уже говорил, мне он понравился бы, если бы не одно но. Размытость экрана. Зачем разработчик взял и расфокусировал картинку? Для чего? Чтобы игрок думал, что у него проблемы со зрением, либо проблемы с резкостью монитора? Я был в шоке. Немножечко это меня расстроило, поэтому здесь оценка 8. Если бы не это, интерфейс получил бы заслуженную 10. Теперь, что касается выбора персонажа и его кастомизации. Кастомизации как таковой, то есть возможности переделать главного героя, нет. Но при этом есть возможность выбора. Когда вы проходите вступительную арку в Story Mode, вам дается выбор играть за заключенного, он имеет один внешний вид, либо выбрать дешвашера так называемого, и он имеет совсем другой вид. Хорошо это или плохо, уже решайте сами. Я считаю, что это какой-никакой новый выбор. При этом во время обычной игры, во время прохождения кампании, вы можете апгрейдить свое оружие, и получая новые предметы, ваш герой меняет свой внешний облик. Наверное, это можно назвать частью кастомизации, что не очень плохо. В общем, поставил здесь оценку 7. Наверное, можно было бы здесь хорошо разойтись, будь разработчик не так ленив, и добавил бы он элементарно возможность выбора вариаций внешнего вида героя. Не знаю, его раскраску. Белый, или сероватый, или черноватый. В общем, разные варианты можно было впихнуть. Но, ладно, не буду судить за это разработчик. Что касается визуальной составляющей, тут я уверен, что сейчас найдутся гении, которые скажут, что это воля автора, вот он решил так нарисовать игру. Да не вопрос, на заборе уй написано, но мы же не говорим, что это так и есть. Но, ребят, вот мое личное мнение, мое сугубо личное мнение, никого не принуждаю к нему, что игра нарисована достаточно слабенько. Мягко говоря, здесь нам просто предложили кота в мешке и сказали, что если тебе не нравится, ну не играй. Вот как многие делают, да, говорят, ты игру разрабатывал хоть раз, сам выпускал? Нет, ну вот и не выпендривайся. Так вот, графика, по моему скромному мнению, слабая. И чего не хватает? Не хватает детальности окружающему миру. Если бы разработчик не ленился и добавил больше точечных элементов, проработал бы стены, проработал объекты, дорисовал бы землю по-человечески. Ну, то есть постарался бы еще немножечко, тем более в 2D режиме не так много надо напрягаться, как в объемных трехмерных играх. Все было бы прям вообще великолепно. При этом можно было бы оставить ту же самую стилистику, не убирая ее. Ну, ладно, кто я такой, чтобы судить разработчика? Спасает только несколько моментов. Первое, это производительность. Второе, это оптимизация. Не вижу с этим никаких проблем. И третье, это низкие системные требования. Они настолько низкие, что если у вас компьютер даже 7 или 8 лет недавности, я уверен, что у вас игра пойдет, ну, на минимальных точно, но, скорее всего, даже на максимальных настройках. По крайней мере, я так это увидел и уверен, что мой старый ноутбук, которому было когда-то 5 лет, сейчас, наверное, уже 6 исполнилось. Он бы без труда эту игру потянул на ультра. Поэтому дерзайтесь, кто любит такой игровой жанр, у кого не очень сильные персональные компы, либо лэптопы, беритесь и работайте. В общем, аккумулированная оценка здесь 7. Теперь, что касается боевой системы. Огромное количество видов вооружения, огромное количество способностей, плюс наличие комбо. Это очень круто. Использовать, однако, это все не так легко. Здесь некоторая проблема с управлением и подсказками. То есть, туториал, который здесь существует, мелкие такие тултипы, которые возникают время от времени, они не раскрывают толком особенно некоторых таких сверхспособностей нашего главного героя. Следовательно, приходится все узнавать методом тыка. Но, что радует, это визуальная составляющая. Поэтому здесь оценка 8. Игровая механика. Физика в игре, как всегда, традиционно аркадная, но полосочки здоровья видны только у вас, как у главного героя, в левом верхнем углу экрана. И у боссов. У проходных мобов, которые встречаются вам, которых надо разбирать, полоски здоровья нет, поэтому вы просто их разбирайте, пока они не сдохнут. Это нормально. Что касается разнообразия боя, благодаря тому, что огромное количество видов всяких вооружений, наличие комбо-ударов и, естественно, некоторых суперспособностей у самого персонажа, здесь жаловаться не приходится. При всем при этом скорость игры, динамика игры крайне высокая, о чем я изначально вам сказал. Кроме тех моментов, когда вам придется искать выход из той или иной ситуации, то есть небольшой элемент головоломки. Он снижает динамику игры и порой можно заблудиться. Вот сейчас, например, на твоих экранах я бегал и искал выход, пытался понять, как мне выбраться из того места, куда я попал. И при этом я не видел прям внятного выхода. Оказалось потом, что я не пошел в одну из сторон, причем там, где уже проходил. Что касается управления, я сказал, с управлением есть некоторые траблы и это, в первую очередь, не интуитивность некоторых функциональных особенностей. И этому приходится учиться. Я уверен, что каждый из моих зрителей буквально за 30 минут сможет освоить абсолютно все в этой игре, но, согласитесь, для новичка это тяжело. В общем, за игровую механику оценочка 8. Ну и последнее, карты, ну локация, да, так называемая. Если бы не плохая прорисовка, плохая детализация и если бы не откровенная прямолинейность, было бы, наверное, еще круче. Но, опять-таки, разработчик схалтурил, не стал усложнять себе жизнь, сделал все вот как есть, не заморачивался. В итоге мы получили достаточно линейный слэшер, в котором иногда местами возникают элементы головоломок, типа, а ты не забыл случайно сходить налево? Там есть регулятор, который надо нажать или подобрать там что-то, и только потом ты сможешь пройти дальше. В остальном, игра не блещет особым разнообразием, вам не нужно думать, куда идти, зачем туда идти, вы просто движетесь в одном единственном направлении. Иногда этих направлений бывают два, но они все приходят к одной и той же точке. То есть, обойти монстров, обойти какой-то элемент сражения вам не удастся, потому что и там, и там может оказаться какой-то ключевой предмет или ключевой моб, которого надо завалить. В общем, здесь оценка 7. Итого, за игру The Dishwasher Bumper Smile я ставлю оценочку 45 баллов из 60, и это мой финальный вердикт. В общем, если тебе понравилась игра, и ты со мной согласен, ставь лайк, обязательно подписывайся на мой YouTube канал, нажимай колокольчик, чтобы своевременно получать оповещения, и вступай в мою группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. С тобой был JotPot90, увидимся на следующем обзоре. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok